Вопросы профилактики правонарушений несовершеннолетних обсуждают все надзорные ведомства. Проблема серьезная. Речь идет о детях и подростках, которые оказываются в сложной жизненной ситуации и совершают противоправные действия. Кроме сотрудников прокуратуры, в зале представители администрации, МЧС, полиции и управления образованием. Те доклады, которые здесь состоялись, конечно, звучат достаточно бодро, но ситуация не столь радужна, как мне представляется. Мы должны стремиться к тому, чтобы наши дети занимались учебой и у них проходило счастливое детство. А мы говорим о детском травматизме. Не только о травматизме, но и об употреблении алкоголя, наркотиков и о правонарушениях. В центре внимания еще и пропуск уроков. В Первоуральске сегодня несколько ребят систематически не посещают занятия. На сегодня реально не посещают занятия. На 1 ноября мы показывали 5 человек. Сегодня 2 ребенка уже обучаются, и этот вопрос под контролем. Три ребенка. Ты скажешь, что по городу 5 человек не посещают в школу? Да. Те, которые стабильно не посещают. Хотя несколько лет назад их было около 20 человек. Еще волнует проблема мигрантов. Прокуратура обязала Управление образования предоставить сведения обо всех детях-мигрантов, которые обучаются в школах города. Меры принимаются. Как отмечают специалисты, количество правонарушений снижается. За 10 месяцев 2013 года несовершеннолетними городского округа Первоуральск было совершено 84 преступления, что на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За совершение данных преступлений к уголовной ответственности было привлечено 85 несовершеннолетних по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 98 лиц. Снижение составило 13,3%. Это связано с четким взаимодействием всех заинтересованных сторон профилактики, в частности с работой мобильных рейдовых групп. Приятно, что все руководители в теме. И нет такого, что я не пойду. Все встают и идут. Такая мобильная группа, которая может в любое время, дня и ночи, поехать, например, в какое-нибудь питейное заведение, например, в какой-нибудь бар, в какое-нибудь усилительное заведение, например, в час, полвторого, и посмотреть, а есть ли подростки в это время, в которое ребенок не может находиться на улице. Прокурор отметил, что за последний год количество несовершеннолетних в Первоуральске уменьшилось на тысячу. Это так называемая демографическая яма, поэтому следить за подрастающим поколением следует особо пристально.